Эх! Прокачу! Это наш самый лучший мини-буксировщик. Эй! Запел! Вот так! Оп! Коллега наша! Ларм заливается! Лапу вот так высовываешь И лезешь в облако Вот так трогаешь Я вообще не понимаю теперь Зачем планера делают новые Если так, хорошо летают старые Ю-ху! Это я сейчас сейчас сделаю! Вау! Ё! Вот так бы шалим! Как ты? Балыш, со мной не соскучишься! Здравствуйте, глубоко уважаемые любители летного видов спорта еще раз! Мы готовим к планеру DG500M к полету И мне сейчас любезно расскажут Как же происходит процесс подготовки этого планера к полету И как выпускает работу с двигателем Ещё раз Это легко Мейнслвич Мейнслвич Неправляем Теперь он идет И И Вы положите Втащик На Втащик Втащик И Теперь служит Памп Да И в следующем Вы положите Парагаем. Ага, это этого? Это пространство. Ааааааа. И когда если двигается, да и то, что у меня начинает... А если я не беспокоюсь, то мне не позволяют что ты огняшишься двигатели? Наливаешься за trabajo. Нужно закрывать. И потом мусоет и... Да, он... Ааааа. Ааааааа. Делай это самостоятельно. Это все? Это все. Друзья! Вот это простота залог успеха. Посмотрите, как просто... Что это? Если вы хотите... А, только для проверки. А, когда вы проверки. Фантастика! Я имею в виду, ты сидишь на обратной стороне, да? Да. Да. Тогда вы должны... Это отверстие. И вот здесь, на. И вы можете использовать все на обратной стороне. Аааа! Понятно. Ух! Это очень легко. Для огнечения, здесь нужно проверки. Понятно. Здесь есть температура. Отверстие. 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 Аааа. Не больше. Не больше. Уверстие. Обос interessante. Ага. У вас есть премьер, и он автоматически. Примеры здесь. Когда вы откроете, то премьер не работает. Теперь он автоматически. Это ваша пробка. Это работает автоматически, но можно использовать это с руками. Да, вы видите здесь? Когда я его открою... А, да, да. Хорошо, да. У нас есть новая игночка. Это перефект. Вы посмотрите каждый день. Когда они имеют немного плей, то это не так хорошо. Но это все 200 часа. Энжи-часа. У меня есть спира-энжи. Я видел его на фейсбуке. Да, да, да. Да, да. И это легко. Я могу все делать, если я хочу. Я вижу этот рэнжи. Потому что мой страйкер находится внутри. Да, это легко. Вы можете все делать. И это один из перефектных моторов для глидеров. Да, потому что... И другой в этом глидере. Ротакс-энжины лучшие. Я... Друзья, если сказать, что я в восторге, это ничего не сказать. Я в глубоком восторге. То есть более простой системы использования мотора я не видел. То есть, обратите внимание. То есть, что... Что нам... Что мне объясняли? Объяснили. Чтобы выпустить мотор. Сейчас, видите, я сбросил предохранитель. Здесь, если катаешься на заднем сидении, кого-нибудь стоит защита. Но в данном случае можно ставить, можно нет. Сейчас комбинация такая, что система переключена на задний вот этот вот, так сказать, переключатель. Если я хочу использовать мотор, я делаю одно движение. Вот так. Рез. Включаю зажигание. И вот мотор уходит вверх. Оп. Работает насос, как вы слышите. Бззз. Теперь мне достаточно нажать на кнопочку стартера. Вот она здесь. И это все закрутится. Теперь, если я хочу выключить мотор. То есть, я его заглушил. Я делаю вот так. Ну и, кажется, мотор должен пойти. Но он не хочет идти. Надо немножко винт подвигать. Вот так вот. Оп. Видите, тормоз автоматически сработал. И эта штука убирается. Я потрясен простотой конструкции. При этом, я так понимаю, что это что-то похожее пытались реализовать на аркусе. Но получилось немножко хуже. Осмотрел специалист. Планер мы собрали правильно. Но я повезло, что пригласил коллегу, который летал на этом планере 15 лет. И все об этом знает. Поэтому он просмотрел. Поржал над нами, как мы вчера консоли пристыковывали. Это, на самом деле, было не совсем верно. Но тоже правильно. И рассказал про все. Теперь я знаю все. Инструкцию я тоже ночью читал. Сейчас еще раз освежу. И за самолетиком сделаю первый вылет. А потом буду взлетать дальше на моторе. Заряжается батарейка. Смотрим напряжение. Ить. 12,5-1,6 вольта. Нормально. И 18 литров топлива у нас. И, друзья, сейчас я вам покажу, как топливо заливается в этот планер. Заливается оно очень просто. Открутил вот эту пробочку. И поставил вот сюда канистру. В которой 1 к 50. Даже написано. 1 к 50 размешана смесь. 39 литров может быть в баке. Было 18. То есть мы можем залить смело 20 литров. Ну что ж, как заливать. Очень просто. Как видите, такое устройство с шариком. Так-то можно было, конечно, отсосать его у этого шланга. Но мы делаем, смотрите, как красиво, высококультурно. Не как в старину. Вот так. Побрымкал. И дальше, видите, все само течет. Изумительный. Гравитационное, называется, гравитационное средство заправки. Часто стоит бешеных денег. Из-за шарика. Друзья, вот думайте, как получилось. Очень просто. Я вот так стоял, что-то хотел. И вот видите, острая кромка элеронов. Планера Клауса Олермана. И потом было так. Я вот зачем-то куда-то пошел. И вот так все это так хорошо отсвечивает, что вот получился вот такой бам. И все. Главное, что элерон цел. Я проверил. Все хорошо. Лофта, ладно, заживет. По идее, система автоматически защищена от перелива. Вот уровень здесь. Почти залили мы сколько нужно. Но пока не видно топлива. Надо зажигалочкой посветить. Все. Бак заправлен. Аккуратненько надо закрутить теперь вот этот вот. Это же первый будет соло. Да, так я уже договорился с буксом. Он сейчас будет. Конечно, соло. А потом я в воздухе запущу мотор. Проверю, как он тянет в воздухе. Попущу его на земле. На земле. Попущу его на земле. Друзья, куплено. В четырнадцатом году на Каширском дворе идеально подошло для закручивания. Там и знакомый работает, хороший. Конечно, уже его, наверное, и не увижу в ближайшее время. Вот. Идеально подходит. Ключа у меня такого штатного нет, но очень хороший разводной ключ. Теперь тут будет жить. Друзья, во всем надо служиться жену иногда. Да, она название придумала. Пуся. Ну как? Вепрь, как нарисовано. Что тут придумывать? А в зависимости от поведения будет или ниф-нифом, или наф-нафом, или нуф-нуфом. Да. Вот так все предельно просто. Но вы на всякий случай там пишите в описаниях свои варианты названия. Но в принципе вепрь мне нравится. Кабан как-то звучит отвратительно. А вот вепрь все-таки как-то достаточно позитивно звучит. Вот. Так что сейчас на вепре... Тем более у нас тут этих вепрей на... Вепрей табунами вот в этих вот лесах. А вепрь это... Ну или кабан. Символ. Или там еще что-нибудь. Символ успеха немецкого. То есть, как говорится, жизнь надолазь это называется. Есть, Arambra. Ну что ж, друзья, поехали. Ну что ж, друзья, поехали. И переведем закрылочку в положение взлетное. Оп. Непривычно, но сердимо. Оп. Хорошо. О, летим. У тебя с левой стороны форточка, аккуратненько. За вот этот штыречек-то отогрой ее. Хорошо. Молодец. Стараюсь быть молодцом. Не отвлекаю пилота. Ну ты теперь можешь смело себя считать летчиком-испытателем. Ну то да. Такое почетное звание. Я, кстати, на Arambra не разу не буксировался, потому что давно не буксировался. Так. Как деревья. Обычно со своего мотора? Он, ну, на камеру работает явно. Как-то он обычно дальше тянет. И, наверное, тогда чуть немножко току от него. Оп. Отцепочка. Саньки поболимо. И пошел, пошел наш красавчик. Так. Скорость. Ставлю 100. Закрылок. Догнули. Пусть остается. Устойчивый восходящий поток 4 метра в секунду. Можно было и ниже отцепиться. Ну. Или это... А, нет. Это реакция была на ручку, друзья. Это еще на ручку реакция. Сейчас мы потом время это переставим. Контенсированное положение. Сейчас уже. Да, метр в секунду это у нас сейчас есть. Крыло, конечно, непривычно длинное. О, ну вообще. Очень приятно. На ручке приятно себя ведет. Триммер волшебный. Вот, смотрите, друзья. Вот, ручки брошены. Прям стоит в спиральке. Лапочка. Оп. Выводим. Так. Разгон. Отлично. Торможение. Хорошо. Ну, давайте на скорости там, допустим, 120. Динамичная такая перекладка. Оп. Хорошо. И в другую сторону. Оп. Чувствуется, что размах 22 метра, но я бы не сказал, что это прям какой-то, ну, какая-то проблема. Пока все прекрасно. Хе-хе. Ну, хоть свой восторг вырази какой-нибудь. Разрешаю. Разрешаешь? Да, разрешаю разговаривать на борту. Это прекрасно. Инструктор великолепен. Когда он разрешает хотя бы говорить, это радостно. Тем более, когда я летчик-испытатель и первый раз вообще на планере, а тут еще и первый раз инструктор, то это вдвойне интересно. Вот. Поэтому восторг великолепный. Мы летим. И представляете, планер летит и крыльями не машут. И мы продвигаемся с очень приличной скоростью. Это же великолепно. Действительно не машут. Великолепно. Ну, я на самом деле сижу еще, хочу повыше сесть, потому что у меня кулак до верху. Я смотрю, что я спокойно могу оказаться в этой кабине выше. Это будет даже намного приятней, что на удобней. Так, хочешь порулить? Да, конечно. Забирай ручку. Так. Управлял когда-нибудь какими-нибудь летательным аппаратом? Никаким, первый раз. Никаким. Вот смотри, бери ручку. Так. Если ручку толкнешь вперед, он нос опустит. Если на себя, так сказать, задерет нос. Чтоб нос смотрел всегда немножко вниз. И скорость была в районе 110-120. Нос подымись сейчас немножко. Ручку на себя. Хорошо. Теперь ручку немножко влево. Вот. Ручку чуть от себя, но задрался бы. Ручку от себя у тебя. Да, я взял. Сильно. Долго вверх нельзя, потому что потеряешь скорость, свалишься в штопор. Угу. А нам это пока не надо. О! А мы же шасси не убрали. Ё-моё. Подожди, я ручку взял. Так. Давай уберем шасси. Будет еще тише. Так. Шасси, шасси. Все. Ну. Стало потише. Стало потише, да. Забирай ручку. Так. Ручку взял. Так. Что теперь делаем? Просто по прямой пролететь вот так. Грел убери сейчас ручку чуть влево. Угу. Вот так. Хорошо. Сейчас ручку влево сдвинь. Хорошо. И ручку чуть на себя. Вот он поворачивает. Сейчас. Продолжаем. Продолжаем. Ручку чуть вправо, чтобы крен уменьшить. Продолжаем. 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 Вот. Видишь, он у тебя поворачивает. Угу. Хорошо. Носик чуть ниже, ручку чуть от себя. Чтобы скорость не падает. Хорошо. Теперь ручку чуть вправо крен убрать. И по прямой. Угу. Ну, считай, что ты у него первый, у этого планера. Ручку от себя, нос ниже. У нас, друзья, не было никакого инструктажа предполетного. То есть мы не собирались пилотировать этот планер. Ну, я просто проверяю, как будет ли легко человеку, который никогда не летал. Ни на чем не летал, да? Ни на чем никогда. Даже на параплане не летал? На параплане не летал. Только на дельтаплане тоже с мотором. Ну, тоже в качестве... Пассажиром? Да, пассажиром. Ну, и как тебе планер? Планер вообще пока супер впечатление. Птички? Давай, я возьму управление. Птичек тебе покажу. Смотри. Угу. С правой стороны кто-то летит рядышком. Да. Сейчас мы на них посмотрим. Ты как пассажир дополнительно страхуешь меня на случай неуборки шасси. Угу. А не выпуска. То есть, когда мы пойдем на посадку, ты скажешь, товарищ инструктор, а вы шасси-то не забыли? Ну, понятно. Потому что люди делятся на тех, кто садился без шасси, кому еще предстоит. Ну, понятно. Я уже два раза приземлялся без шасси. Два раза по совершенно идиотскому случаю. Так что... Слушай... Теперь я предпочитаю дублирование. Помимо того, что я проверил шасси, ты еще на посадке скажешь, товарищ инструктор, а вы шасси-то выпустили? Да-да. Как он хорошо подстоит в спирали. Друзья, ну, не знаю. Я вообще не понимаю теперь, зачем планира делают новые, если так хорошо летают старые. Просто... Во-первых, он на турбулентность реагирует значительно мягче. То есть, сейчас турбулентность явно присутствует, потому что приличный северный ветер. То есть, ну, вот, явно мистраль дует. Ну, да, покачивает. Но это как будто, знаете, вот этот планер все это нивелирует. Как будто он сжирает эту турбулентность. И вот сейчас она присутствует явно. Мы можем, кстати, хоть турбулентность поставить в настоящую боевую. Давай слетаем. Посмотрим турбулентность, где живет. Так, мы заодно посмотрим, как он себя на скорости ведет. Вот сейчас я 150 поставил. Ну, вот на 150 уже, конечно, турбулентность ощущается как-то по-другому. Знаете, вот какое ощущение? Он вязкий такой. То есть, он как в резине какой-то летит. То есть, он... То есть, явно по нему долбит. Явно его бьет. Но он это не сразу передает как-то на конструкцию. Как-то через какой-то фильтр, что ли. Интересные ощущения. Ну и... Понугаешься он что-то? А, это, видимо... А, это фларм сработал. Что сработал? Фларм, у тебя стоит система предупреждения столкновений. Угу. Которая подсказывает, если вдруг что-то, кто-то там рядом с нами пролетает. Впереди, да? Угу. Или не обязательно впереди? Не обязательно. Может, сзади надо атаковать. А я думал, я шапку снял. И как раз в этот момент он запищал. Думаю, не... Тепленько здесь. Да. Я хочу поставить, как этот планер работает у склона. Я, конечно, близко к склону не жмусь, потому что еще не привык к управлению. Ну, так. Оп. Ва! Хе-хе-хе-хе. Отлично работает у склона. Достаточно... Мне говорили, что вот длинное крыло, будет тяжело с виражом. Да ничего подобного. Прекрасно. С виражом. Ай, как можно. Скорость 200. А? Стабильно идет, да? Да. И потом так... Раз! И вверх! Ю-ху! Ю-ху! У меня же камеру... Камеру задирает. Оп! Класс! Ну, по тангажу немножко инерция чувствуется больше. То есть я на «Принцессе» потом жёстче работаю. Здесь всё-таки тоже... Ну, вот это да. Такое общее впечатление, какая-то задемпированность. Наверное, по всем осям присутствует. Вот это, наверное, ярче всего ощущается. Так. Ну что, попробуем мотор? Как тебе такой план? Попробуем. Ага. Ну вот, что я могу сказать. Что... Не с первого раза иногда у нас получается... Выходит мотор. Про это надо знать. Так, ладно. Ты готов? Я запускаю двигатель. Да. Почему-то мощность на мощность не выходит. Ну, ладно. Проверяю воздушные тормоза. В конце воздушных тормозов есть явно тормоз. Я не скажу, что сильно тормоза, конечно, эффективнее. Тормоза так, да? Поддерживают? Да, это воздушные тормоза так поют. Надо будет учитывать, что тормоза воздушные не так эффективны, конечно, как на моем плане. Это очевидный факт. Конечно, афганский заход здесь уже не поделаешь. Ну, что ж поделать. Сейчас я немножко с избытком высоты пойду. Вот так. Вот так. Летим, летим. Ну, вот такой вот. Видишь, он получается на торможении нос опускает. Порядок. Хорошо. Отлично. Ну, можешь поздравить меня сегодня с днем рождения. Мне 55 и первый полет. А, поздравляю категорически. Вот такая вот фигня. Только кнопку не нажми там, Туся. Ты видишь кнопку на самой ручке? Ее ни в коем случае не нажимай тогда. Вот спереди, друзья. Да, 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 это стартер. Да, да, толкай трупу эту, толкай. Это на себя, а теперь от себя полностью. Только на стартер не нажми. Ага. Друзья, видите, шевелится эта вся штука. А до этого, а теперь назад полностью минимум. Было вот так, друзья. Вот так попал шланг. И не давал в карбюратору, так сказать, выйти на полную мощность. Кажется, мелочь какая, да? Здесь какой-нибудь хомут должен быть, я так понимаю. Ну, или может быть шланг длиннее, или еще что-нибудь. Но совершенно не такая конструкция. А может быть вот сюда нужно наоборот поставить шайбу и какую-то толкалку. Ну, что-нибудь, но не так, конечно, как было. И поэтому двигатель не выходил на полную мощность. И вот такой рок-н-ролл был смешной. Его можно на этот шланг подтянуть. Ну, да. Но я сейчас стяжку найду, у меня стяжки были. Или вот этот болт открутить и туда поставить какую-нибудь пластинку, которая позволит законтрить. Ну, я все поправил, сейчас посмотрим, даст ли эта штука полные обороты. Эх, прокачу. Как он у нас красиво в гору тянет, а? Это наш самый лучший в мире буксировщик. И очень хороший пилот. Оп, хватит. Помчался на посадку. Ну, а мы, собственно, помчались к склону. Попробуем теперь по-настоящему мотор испытать. Вынимаем двигатель. Пошло дело. Пока я меня жужжит. Друзья, так как камера вырубилась в гоупру, будь она неладная. Ну, пытаюсь запуститься так. Вот скорость 90. Планер причем сам летит, заметьте. Запускаю. Мотор завелся. Ну, и даю газку. О, совсем другое дело. Сейчас прогреется и добавим газку. Обороты сейчас 5700. Ну что, полный газ? Эй, запел! Если на полном газу обороты слишком высокие, 7, больше, чем 7200. 7100, 7100. 2,8 метра в секунду. Мотор цверь. Эй, эй. Огонь аппарат. Огонь. Как мотор убирается? Переводим на минимальные обороты. Чуть он потарахтит, капельку, буквально секунду. И вот так вот. Ой, скорость нельзя уменьшать слишком сильно. Раз. Зажигание я выключил. И мотор сейчас поймает. Даже вы в зеркало можете наблюдать. Давайте мы будем его наблюдать вот так. Сейчас он поймает вертикаль. И само уберется. Это, конечно, магия. О, пошел само убираться. Чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть-чуть. Оп. Все. Само убрался. Ну, это же прекрасно. Все. Все, наконец-то, работает, друзья. Всего лишь надо глухомутик один поставить. Наконец-то я счастлив полностью. Прям все приборы совсем разобрался. Двигатель прекрасно пашет. И я теперь выпускаю воздушные тормоза. Будем заходить на посадочку. И нам еще один-два полетика сегодня мне надо. Поэтому я тут как пчала сегодня жужжу. Даже может быть скорость. Чуть-чуть побольше сделаю. Делаю как раз разворот. Оп. Чуть уменьшил тормоза, чтобы перенести деревья нормально, адекватно. Впереди травят деревья, выпускают тормоза полностью. И подвожу наш авиалайнер к планете. Делаю выравнивание. И висю, 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 висю. Или вешу, не знаю, как лучше. Правильно по-русски. Оп. И все. Добро пожаловать на землю. То есть даже не обязательно на бетон сойти с нас. Не, не. На бетон как раз не хочется. Потому что колесо, колесо об траву не стирается, а бетон стирается. Поехали. Баковичок чувствуется. Весьма приличный. Ого. Ну что ж, друзья, могу сказать по поводу передней кабины. Обзор отличный. Очень хороший. Надо обувь одевать немножко другое. А то видите, у меня кроксы отсвечивают. Но это классика ДГ фирмы. До конца идущий фонарь. Поэтому нужно, чтобы была обувь соответствующая. Сяньки, папа лима. А ну, давай. Пришло время посмотреть ДГ в потоке. Ну а что тут смотреть? Вот смотрите. Вот, вот ДГ в потоке. Стоит сам. Ничего делать не надо. Единственное, набор кончился. Ну а что вы хотите? Это все-таки турбулентно. И мистраль дует. Ну, сам центрирует. Я вообще ничего не делаю. Конгрутилийшнс. Действительно классно. Ну, сейчас немножечко подзакручу поэнергичнее, что он перешел на полугую спираль. Не нужно так компенсировать, когда в разворот входишь. Ручку на себя брать, как, допустим, на принцессе. Это для новичков будет намного комфортнее, наверное, пилотировать. Прекрасно. Не знаю, у меня пока одни позитивные ощущения. И передняя кабина мне намного больше нравится, чем моя на СЖ-32, просто потому что у меня сейчас позвоночник в идеальном совершенно состоянии. У меня он ломанный был в свое время на парапланах. Поэтому... Оп. Я хочу пробиться... Пробиться вперед немножечко к вот этому обручку. Возможно, мы там что-нибудь возьмем, какую-нибудь поточку стоячую. Сейчас переставляю закрылок на 10 и проверяем, как эта штука летит на повышенной скорости. Прекрасно летит. Есть? Есть поточек. Почему такой знатный с нужной стороны, роторный? Все, как мы любим. Ух, как жахтуло. Но мы уже несколько выше склона. И сейчас мы попробуем вдоль склона пройти. Скорость чуть побольше. И вдоль склончика. Все это худо-бедно. Все равно должно работать. И оно работает. Питашки какие-то бегают. Тяжело, конечно, выпаривать, когда ветер почти параллельно хребту. Но ничего не поделаешь. Другого варианта у нас пока нет. Потихонечку выкропкались выше склона. С какими-то пташками вот отлетаем. Внизу буйство осени уже на одной стороне. Начало осени на второй. Что я могу сказать? Очень приятный планер. Я больше всего боялся то, что я на нем ни разу не летал, друзья. И мне было страшно. Попадется какая-то хрень. Не летай на ней всю жизнь потом. Мне хвалили его. Но одно дело люди хвалят. А другое дело ты сам чувствуешь, что вещь приятная. Так что будем донашивать прекрасный планер. Это в малышей Гансуне есть там кусочек, когда малыш подходит к маме и говорит, мама, я вот жену своего брата тоже буду. Он тоже на мне достанется. Вот почему ты так решил? Ну, там я велосипеды всякие донашиваю, старые кутки, еще чего-то. Мне это от жиды я избавлю. Вот мама малышу говорит. Ну, вот у меня тоже был момент, когда планер был просто в идеальном состоянии и в хорошей комплектации. И вот как бы уже можно было и не думать. Но всегда ведь страшно. А что ж достанется? Ну, досталось что-то хорошее. Прямо я очень доволен. Все. Выше облака. Волна. Это вообще редкость. Ну, не редкость, конечно, прям, но попасть в первый раз в жизни сразу в волну, это как бы можно считать как подарок. Как выглядит вход в волну прямо из динамика. Трык-трык, немножко пошатались. Редкое явление, когда именно динамик совпадает прям с волновым выходом. И первый же полет и сразу же волня. Так, поглядение. Сейчас мы будем трогать облако рукой. И дальше лапу вот так высовываешь и лезешь в облако, вот так трогаешь. Ну как? я вот тоже всегда мечтал облако рукой потрогать и вот мечты сбываются вон радуга на фоне красивая так ну что на этой оптимистичной ноте предлагаю сгонять например на тот сторону долины и возвернуться и в общем-то домой на посадочку ставлю закрылок на минус 10 и ставлю пример максимально вперед выхожу из-под облачность смотрю как эта штука летит на примерно до 100 километров в час больше 200 я не хочу но на 200 шпарит будь здоров мы долетели до конца долины и сейчас пощупаю вот здесь живет ротар такая штука загорает турбулентность мне хотелось посмотреть как этот планер ведете в турбулентности сейчас посмотрим немножечко скорость я уменьшу до 150 закрылок минус 5 ну смотрим вот как раз здесь должно быть самое трясущее место нормально трясет но из какой-то жести все хорошо разворачиваемся к нашему аэродрому скорость проверяю выпускаю шасси есть шасси выпускается легко кстати выпускается ставлю закрылок на 10 выпускаю воздушные тормоза начинаю снижение разогнал снижение хорошо хорошо да тормоза конечно немножко непривычные если они то полностью а то не полностью вот сейчас полностью выпустил подвожу к земле подруг ihan ну сейчас буду выравниваться сущик чистотом потенци оп отлично пойм ч о хе-хе-хе keh хорошо прям на оси остановились ведь сейчас может даже задом поедем ну-ка да ты речь ты че ты разгоняемся закрыла потихонечку перевожу в положение 0 оторвались от планеты и планер тоже оторвался спокойненько летим достаточно высоты и я цепляюсь и пойду к склону сеньки по полива полетел а мы вдоль кончика воздушных страшных стал погнали на них дует ветер соответственно есть энергия так вот на деревне флор сработал у нас друзья флор у нас вот так выглядит сейчас показывают красненьким у нашего коллегу который к нам прилетел мы с ним рядышком летим флор при этом ругается говорит вы что парни вы что творите а я я я мы достаточно близненько сближаемся коллеги наша ларм заливается у у получилось фото это кстати тоже тогда только 1000 друзья мы два дг и по встречались в небе очень хорошая символичная для нас Ричард Вот это килокольф, альфа-коррес, где-то здесь Вот она, вот По идее, вот сейчас Место прям волна волной должна быть К бабке не ходи Ну чуть-чуть, видите, чуть-чуть ниже облака Были бы мы выше, никаких проблем не было Но нам 50 метров не хватает Но нас уверенно тащат вверх Да, Вепрь Ты волновой планер, похоже, будешь Принцесса нежна оказалась для волны А тебе просто по барабану все Утюжит турбулентность, друзья Вот уже вот, собственно, уровень облаков И вот на ближайшем проходе мы должны выше них не скачать Ну если нас поднимать, конечно, будет Вот 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 Это такой процесс Медленный такой Аккуратный Все Вот мы выше облачности И теперь, по идее, волна должна быть устойчивая Она перед этим облаком То есть левее него сейчас Я делаю поворот налево и по идее Сейчас должны попасть уже в чистенькую Такую аккуратненькую Зону подъема Вот она Закрылочек мой на 5 Ручку в левую лапу И вот висим Посмотрим, как он на 80 висит Вепрь наш Нормально висит Интересно дальше, что будет делать Парашютировать начинается Оп Не нравится ему явно, он ругается Ладно, не буду больше Немножко надо еще походить Чуть-чуть выше Волнирочек еще один пришел тоже Волни полетать Увидели, что я сюда вылез Понаехали Ну как тебе магия? Я всегда говорю, когда такое наступает Я говорю, да это магия Что это такое? Это магия, друзья Магия волны И вот в первый же день мы На Вепре Ну пока Вепре Если кто-то лучше название не придумает Это нарисован кабан Боевой Впереди на носу Символ удачи немецкий То есть если кабан нарисован Значит Жизнь удалась Ну в общем-то похоже на правду Возразить-то нечего Такому немецкому символу Ой, какое непривычное длинное крыло На целый метр длиннее чего принцессы Немножко свалились мы с волны Я просто сейчас максимально прощупаю все Чтобы комфортно продолжить подъем вверх Ну и мы можем забраться Хоть до 4000 кислород мы не брали Это первый день полета на этом планере Поэтому конечно Сами понимаете Что Какой там пень кислород Взлететь бы было Но однако взлетели Даже мотор починили Который сначала работать как хотел нормально И вот сейчас был старт с мотором И старт прекрасный Мощности более чем Обороты даже больше чем нужно Я газ прибирал Чтоб мотор не насиловать Здесь написано 7200 После 7200 начинает мигать прибор И ругаться Ну ругается он мысленно Я его мысли то чувствую Вообще вечерело конечно Скоро будем домой собираться Вон планировочек рубится Но ему еще долго Ему еще выбираться Проходить тротора Которые мы все прошли Видите друзья Подздуло у нас за эту горку Вот Впереди свежий Непероторное облако Я пробиваюсь к нему Сейчас увидите как перед ним Будет подымать красиво Все как есть Даже из передней кабины Стрелочки пошли Стрелочки пошли Я его сейчас подвешу Планер На 80 И тишина Ну согласитесь что магия А? Видно даже как закручивается Само облако Друзья Вот если вы знаете что такое счастье То вот оно Наверное счастье взять Полететь на планере И Получить наверное небольшое несчастье Когда у него мотор сразу не заработал По причине того что цеплялся Дроссельная заслонка цеплялась За патрубок там один Мы это все поправили Сейчас все работает Вот все То есть вот Законченная Программка У меня ну осталась конечно посадка Ну посадка это мелочь Уже приземлялся сегодня Четыре раза И пятый приземлюсь А вот так чтобы красиво так волну выбраться Вечером Не знаю Так как планер нравится То есть здесь самое Наверное яркое ощущение дня Что Вы же понимаете Было какое-то ожидание Я как человек привыкший Потому что ожидания не всегда сбываются Ну как это совпадают с реальностью Был насторожен Но сейчас я этим планером наслаждаюсь То есть вот мне Как раз такой был нужен Вот как он Я в восторге Просто в полном восторге И он очень устойчив То есть он даже устойчивая принцесса Видите я все бросил Вот эта штука сама летит Вот Ученик конечно сзади сидит Он сегодня наказывает Назад посажен Шучу Ну просто я Первый день летаю Поэтому решил Передине кабины еще полетик сделать Вот А так вот Машина дико устойчивая В спирали мы ее так оставляли тоже Видите Сохраняет параметры полета Ну сейчас небольшой крем сделала Сейчас я ручку чуть-чуть раз Видите Прискользы небольшое Надо учитывать Что вообще-то не детская трублетность Присутствует в воздухе Вепрь помчался куда-то По своим вепревым делам Он хочет явно вернуться к облаку Ну давай хорошо Давай возвращаться Я считаю всегда так Если так пошло хорошо Ну совсем хорошо пойти не могло друзья Я когда делал новую лебедки Всегда Когда ее заправляешь Из нее течет масло Ну потому что какой-нибудь патрубок забывал Затянуть какую-нибудь гайку Единственный раз когда лебедка нормально не заработала Это когда масло не потекло Я подумал вот это неудача Вот Но потом оно потекло И лебедка заработала Что-то в мелком должно было пойти не так В данном случае вот с этим дурацким патрубком резиновым За который цеплялась дроссельная заслонка Но зато посмотрите как дальше все хорошо пошло А? Ну просто ведь волшебная Иху Иху Ну и можно даже пошалить наверное Ну нет шалить не будем Первый первый летный день Не с планером проблем А чтоб не укачать капельку пошалил сейчас вот это облачко впереди сейчас под него подвернем посмотрим заодно вот смотрите как наш лепесток вот на двухстах идет на ручку приходится затолкать будь здоров это явно не его скорость любимая вот так бы вот так бы солим хватит меньше шалости ну ладно даже даже вот это как ты баллыш со мной не соскучишься это вот система плюется этими облаками роторные то есть они один за одним их выстреливает вот как рубится планируйте внизу хочет к нам вон коллега на смотри вот вы друзья как весь план работает вам кричит вот там справа коллега тоже взял волну сейчас мы плавить а у него нос пидает на нас вижу в кадре класс он тоже тащится от того что попал волну такие ветерные полетушки я вижу что рад проходит проходит садеями благополучно подводим планете медленно медленно-медленно летим 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 сейчас начнемся и останавливаемся чуд красота подняли нос и оставляем закрылок и сейчас планик сам зайти обожаю его и